Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы втроём представляем опыт работы нашей службы, службы ранней помощи, которая уже 33 года работает в системе образования на базе дошкольного учреждения. И мы представимся, меня зовут Ирина Валькова, я руководитель этой службы, и я ещё специальный педагог. Добрый день, я Анна Кравченко, психолог службы ранней помощи. Здравствуйте, Наталья Пальмова, специальный педагог. В основу нашего доклада сегодня легли материалы, которые мы создавали вместе в процессе обсуждения и обобщения опыта всеми членами нашей команды. Нам важно сказать, наверное, что в нашу службу приходят семьи с самыми разными запросами и вопросами. И этот спектр очень широкий. К нам может обратиться любая семья с ребёнком от рождения до трёх лет. Если у родителей есть беспокойство или возникают любые вопросы, это в связи с его состоянием, развитием или поведением. Либо если у ребёнка родители или другие специалисты отмечают задержку в развитии, или если у ребёнка есть нарушение каких-либо функций, или есть риск возникновения ограничений жизнедеятельности, например, есть медицинский диагноз, который может повлиять или влияет на развитие, или даже может привести к инвалидности. Также мы поддерживаем семьи, которые попали в какие-то сложные обстоятельства, которые могут повлиять или влияют на развитие поведения ребёнка. То есть это семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. И у нас есть опыт, и к нам обращаются семьи, которые взяли ребёнка под опеку. Также у нас часто нам могут обратиться семьи, у которых просто есть очень конкретные вопросы за информационной поддержкой. Например, их может интересовать, какие существуют программы для семей с детьми, какие есть детские сады, или как подготовить ребёнка к детскому саду. Для нас видится ценным соблюдение принципа командного сопровождения семьи, когда каждый профессионал вносит свой вклад, участвует и во всех этапах сопровождения, не только в оценке и составлении программы. И в нашей службе есть и психологи, и педагоги, и специалист по движению, и эрготерапевт, и социальный педагог. И у нас есть очень большой опыт включения в команду врачей. Сопровождение в службе может быть разным по длительности от нескольких недель до нескольких лет. И также это могут быть самые разные формы сопровождения, и очные, и дистанционные, и в виде консультаций, занятий, индивидуальных групповых встреч и визитов на дом. Все варианты, которые мы предлагаем семьям, зависят, безусловно, от потребностей семьи и от тех возможностей и ограничений, которые есть в службе. В своей практике мы опираемся на лучший отечественный и на общепризнанный международный опыт и социально-педагогических, и терапевтических программ ранней помощи. И эта традиция, она привнесена и заложена первым руководителем нашей службы, Рикатом Жуудатовичем Мухаммедом Рахимовым. В 1992-1993 годах нам посчастливилось познакомиться с Дэвидом Вилкоксом, который был учеником Эрика Эриксона, и который познакомил нас с теорией привязанности Джона Болби и с паттернами поведения привязанности Мэрия Энсферт. И это дало нам такое важное понимание, важность анализа того, что происходит в взаимодействии между мамой и ребёнком. И для нашей группы характеристики психического здоровья, которые ребёнок приобретает во взаимодействии с близким взрослым, стали основой наших размышлений о ранней помощи. Я хочу ещё сказать, что там была ссылочка внизу на YouTube, и есть видео, которое как раз посвящено истории службы ранней помощи. Нам бы хотелось вместе с вами вспомнить, до кого-то, может быть, представить, что понимается под психическим здоровьем младенца и ребёнка раннего возраста. Это способность маленького ребёнка переживать, регулировать и выражать эмоции, при этом находясь в близких и безопасных отношениях, а также способность исследовать окружение и обучаться. Всё это он может делать только в определённых отношениях с мамой или бабой, семьёй. И внизу вы также видите определение, которое даёт Всемирная организация здравоохранения психическому здоровью. Они определяют его как состояние благополучия, в котором человек реализует свои собственные способности, может справляться с обычными жизненными стрессорами, работать продуктивно и плодотворно, а также вносить вклад в общество. Ну и хочется подчеркнуть то, что психическое здоровье не равно отсутствию каких-либо психических нарушений. Это более широкое понятие. Ещё важным в нашем докладе стоит подчеркнуть, что фокус работы в службе ранней помощи сдвигался от фокуса на ребёнке, затем на диаду, маму и ребёнок, а далее и на всю семью. И более широкое социальное окружение и культуральный контекст. Здесь мы приводим цели и задачи сопровождения, скорее те цели и задачи, которые сегодня важны с точки зрения той идеи, которую мы передаём в нашем докладе. Во-первых, это выстраивание поддерживающих отношений с семьёй, и оно является одновременно и целью, и средством помощи. И кроме того, одна из базовых важных задач это помогать родителям поддерживать возможность эмоционального соприсутствия своему ребёнку, способность замечать, интерпретировать и адекватно отвечать на детские потребности. Чтобы этого достичь, важен ещё один элемент всей этой работы, это специалист. Важна способность специалиста наблюдать за собой, за своими реакциями, за чувствами, переживаниями, за своими ценностями. Почему важно? Потому что специалист также является частью социального окружения и семьи, и ребёнка. Знания, опыт, ценности родителей, специалистов влияют на наши отношения и могут влиять на оценку и интерпретацию происходящего, а также, как следствие, на реализацию программы помощи. Специалисту очень важно осознавать, что представления всех участников процесса развития, воспитания и жизненных ценностей могут быть различными. Тут, наверное, важно привести примеры, да? Вот, если ты сможешь проречь, да? Примеры из нашей практической работы. У нас есть семья в сопровождении, и это семья из другой страны. У них другой язык они используют и культуру. И после того, как мы провели диагностику и написали заключение одной из рекомендаций, мы обсуждали, да, необходимость использования языка. И мы думали про русский язык, но также мы начали размышлять, что такая рекомендация может вступать в конфликт с той культурой и языком, который они тоже используют. И для нас, как для специалистов, рассуждая о том, что нам важны еще отношения, поддержание отношений с семьей, мы подумали, что тогда мы можем вместе с мамой порассуждать, а где используется чаще или кем используется чаще, с ребенком их родной язык. У мамы при этом было не один язык, а около восьми, и это были не диалекты, а различные языки, и она иногда могла переходить. Она не всегда могла обращать на это внимание. Скорее, мы как специалисты в какой-то момент начали спрашивать, да, если мама обращалась на своем языке, а что это значит? И тогда мы обнаружили, что мама даже не всегда осознает, да, на каком языке она говорит сейчас, на русском или на своем ребенке, с ребенком. И когда мы смогли это сделать предметом обсуждения, маме не пришлось скрывать, что они используют другие языки, а она смогла приносить все больше информации, наблюдать, с кем ребенок говорит на каком языке, да, с бабушкой или с папой. И мы смогли договариваться, да, что, например, с одним из родителей они будут использовать только русский с ребенком, а с другим свой родной язык. Ну, еще, наверное, один из примеров – это, ну, например, лечение эпилепсии немедицинскими препаратами или использование наказания, физического наказания в воспитании детей. Для некоторых семей это является естественным, да, они не видят в этом каких-то противоречий. И для нас, как для специалистов, каждый раз важно решать, что сейчас важнее, да, что является критично поддержать безопасность ребенка, да, или все-таки сохранить отношения и тем самым продолжить работу. И при этом мы все время размышляем над тем, как сделать вот эти противоречия предметом обсуждения, да, так, чтобы не напугать родителя, да, и не потерять семью. В отношениях семьи специалиста для нас видится важным формировать такой опыт, который потом родитель может взять для себя в отношении со своим ребенком. И что является здесь важным? Это безопасность, предсказуемость и чувствительность. Каким образом это может реализовываться в работе, на практике? Например, в том, как специалист обращается к ребенку или берет ребенка, моделируя для родителя эту ситуацию. Он предупреждает ребенка о том, что он сейчас подойдет, что он сделает, да, он покажет ему игрушку или возьмет его на руки, или скажет, да, мама вышла в туалет, мы сейчас с тобой вместе подождем. Точно так же важно эти отношения безопасности поддерживать и с семьей, и с родителями. И это может реализовываться в том, что мы встречаемся в одно и то же время, в одном и том же месте. Одно и то же количество, длительность времени встречи может длиться. Ну, еще можно добавить, что пространство комфортное и удобное для родителей, да, есть места, где можно поесть как взрослому, так и ребенку, где можно отдохнуть, подождать, встречаться со специалистом, там, покормить ребенка. Это тоже является частью безопасной среды. Мы стараемся быть очень предсказуемыми для родителя, и это тоже может, ну, в таких технических моментах выражаться, как, например, проводя диагностические встречи, да, получая результаты, мы обсуждаем с родителями, совместно цели работы ставим, и не скрываем какую-то информацию, а скорее думаем, как для родителя, в какой форме и какими словами ее сообщить. Отдельно хочется сказать про чувствительность, с точки зрения ребенка, это умение видеть точно сигналы ребенка, и специалисты, и родители, да, и, кроме того, соответствующим, адекватным способом на них реагировать, да, например, если ребенок плачет, и этот плач, прогнев, он злится, да, то важно сообщить это, похоже, ты сейчас разозлился, да, и подумать, как его утешить, взять на руки. Для детей постарше, возможно, просто рядом побыть, да, если тот дыр гневается, то вряд ли он захочет сейчас с кем-то обниматься, да, и может сразу эту помощь не взять, да, иногда стоит просто подождать и сказать, что вы рядом находитесь. И точно так же, с точки зрения специалиста, быть чувствительным по отношению к родителю, видеть его состояние и думать, как соответственно реагировать, да, иногда прокомментировать про его усталость и дальше не требовать каких-то, не знаю, выполнений рекомендаций, или предложить сейчас на этой встрече просто отдохнуть, в то время, как мы больше будем взаимодействовать с ребенком, да, или же думать и обсуждать с родителем, что нужна какая-то помощь, специальная помощь психотерапевтическая или даже иногда медикаментозная, психиатрическая помощь. Мне кажется, что еще важное дополнение про конфронтацию, да, это то, чем владеет именно психолог, да, и... Важно иногда и какую-то границу искать, стоп, да, сейчас это не так. Или настаивать на том, чтобы соблюдались какие-то правила, да, соблюдалось время прибытия семьи. Кроме того, мы думаем про гибкость между принятием ответственности и распределением ее с родителем. Это не всегда просто. Мы понимаем, что вообще-то ответственность за принятие решения относительно ребенка лежит на родителях, но иногда специалисту, наверное, в первую очередь психологу, важно придерживаться четких рекомендаций и правил в контракте, в контакте с родителем. Например, поддерживать ремини и границы, как я говорила. А иногда больше наблюдать и говорить о его чувствах. В каких-то случаях специалист может выступать как эксперт, да, а в каких-то мы больше можем разделять информацию с родителем и думать о том, что родитель может сам принять решение, кому идти за помощью, да, какие методы использовать. Ну, то есть конечная цель – это все равно партнерские отношения, да, в результате. Да, и те отношения, в которых родитель может самостоятельно принимать решения, исходя из потребностей ребенка, его нужд и возможностей. Ну, еще важно сказать, что мы понимаем, что, конечно, не всем семьям нужна такого рода помощь психологическая, да, и это тоже важно сказать. Толя, хочется остановиться на том, что у каждого из нас есть свой опыт, который включается, когда мы взаимодействуем с маленькими детьми и проживаем сложные ситуации, возникающие в жизни. Важно осознавать свои реакции и понимать, что они могут быть связаны с прошлым опытом. От этого часто зависит то, как справляется специалист, как справляется семья с теми или иными трудностями. Мы придерживаемся идеи, что у родителя, ребенка и специалиста есть разные чувства, и они имеют право на существование, даже если человек считает их какими-то неприемлемыми. При этом, принимая чувства, мы не поддерживаем те слова и действия, которые приносят вред как ребенку, так и самому взрослому, и родителю, и специалисту. Ну, тут можно пример привести. Иногда родители говорят, что вот я пришел к этому специалисту, и то, как этот специалист обращался с ребенком, мне не понравилось. И тогда я смог найти другого специалиста, который делал то же самое, работал в том же подходе, но так взаимодействовал, установил контакт с ребенком, что все было хорошо. И эту ситуацию мы можем поддержать. Но бывают такие ситуации, которые... Например, родители озвучивают, что все специалисты, которые его окружают, плохие. Да, недостаточно компетентные. И скорее такие реакции мы поддерживать не будем. Ну, и мы предполагаем, что такие реакции... И первая, и вторая ситуация – это про некоторую злость. Да, на специалиста или на тот способ работы, который предлагается. Но если в первом случае, похоже, мама смогла это обнаружить и сказать, что мне такое не подходит, и выбрать что-то подходящее, то в другом этот гнев превращается в том, что вся помощь, все специалисты становятся плохими. Иногда мы можем это обнаружить с родителем, сказать, что, похоже, вы очень сильно злитесь, это не подходит для вас. Потом он постепенно может в работе с психологом, или в какой-то момент устанавливая с другим специалистом отношения более доверительные, ему проще становится про гнев говорить. У нас есть семья, которая приходилась к нам с первой дочкой, и была сложная такая работа, нескольких специалистов, и мама очень многие чувства не позволяла. И только когда она пришла за поддержкой по поводу второго уже ребенка, сына своего, Тодоровскую группу, она через какой-то период могла сказать, вы знаете, я на вас очень сильно тогда злилась, вы говорили, что пора завершать грудное вскармливание, а для меня это было тогда непонятно и непереносимо. Здесь мы просто хотим привести цитату из книги «Психическое здоровье в раннем вмешательстве». Авторы, мне кажется, прекрасно сформулировали здесь эту идею, которой мы придерживаемся, что если программы раннего вмешательства направлены только на внешние стороны, и избегают такие проявления глубины многогранности родительства, как вклад в личные истории родителей, сила фантазии, разнообразие копинг-стратегий индивидуальных различий, влияние утраты, горе и пролонгированного стресса на наличие воспитания ребенка с нарушениями, то эта программа обделяет семью. Для нас очень важно, и нам видится это особенно ценным, это соблюдение принципа командного сопровождения семей, когда каждый профессионал вносит свой вклад и владеет такими специфическими компетенциями в своей области, имеет образование и компетенции в области психического здоровья. И при этом мы понимаем, что вот такой наш подход, междисциплинарный подход сопровождения, командный подход сопровождения семьи, он, безусловно, предполагает определенную готовность каждого члена команды и требует определенной и системы, и культуры, и этики, и междисциплинарного, и межличностного взаимодействия. Какова же роль психолога в команде, в такой команде? Это точно не все функции психолога в работе службы ранней помощи, они гораздо шире, но здесь хотелось бы остановиться на том, что он поддерживает важность контекста отношения ребенка с близким взрослым и с более широким социальным окружением. Как мы уже говорили, что все члены команды, они тоже являются этим социальным окружением. участвуют, инициируют обсуждение сложных переживаний членов команды в работе с семьей или какого-то опыта, который вдруг стал очень актуализированным одного из член команды, потому что так бывает, что отдельные семьи могут что-то в глубине нас тоже затрагивать. И, кроме того, поддерживает ценность наблюдения за проявлениями и внутренними переживаниями всех участников. Ребенка, родителя, специалиста. И здесь перечислить компетенции, скорее уже как некоторый итог из того, что мы сказали, необходимы для выстраивания поддерживающих отношений. Это навыки наблюдения, навыки коммуникации. Уважительная коммуникация и подлинный интерес помогают выстраивать отношения доверия. Доверие позволяет людям открыто делиться своими мыслями и чувствами. Важно предоставлять родителям достоверную информацию, бережно, деликатно и доступно. Контренирование, а также способность к рефлексии. За счет чего, возможно, такая командная работа? Елена Анатольевна, может быть? Елена Анатольевна, расскажите. Хорошо. Мне кажется, что здесь действительно, опять же, большая роль каждого специалиста, который работает в команде. И особая роль, конечно, отдается психологу, потому что необходима возможность, поскольку мы работаем с чувствами всегда, и сами испытываем много чувств, нам важно это обсуждать, нам важно иметь возможность обсуждать те трудности, которые возникают в процессе работы. И для этого, безусловно, необходимы интервизии и супервизии, которые могут быть как внутренними, так и иногда очень важно в каких-то случаях привлекать внешних специалистов, для того, чтобы иметь возможность смотреть на то, что происходит в команде со стороны. И иногда очень хороший опыт, когда встречаются несколько команд, и вот имея этот опыт командной работы, могут вместе обсуждать какие-то случаи, это тоже повышает такую компетентность каждого профессионала. И вот такое совместное обсуждение, они, конечно, позволяют, помимо эмоциональной поддержки, очень сильно повышать свои профессиональные компетенции. Безусловно, важным является совместное образование, и, например, в нашем случае мы стараемся и много делаем для того, чтобы вся команда получала какой-то общий одинаковый объём знаний, например, в области психического здоровья, и при этом у нас принято такое внутрикорбативное повышение квалификации. Если возникают какие-то темы интересные, которые осваивает один из профессионалов, он обязательно делится это с другими членами команды. И такого рода совместное образование и повышение квалификации, оно, безусловно, позволяет говорить нам на одном языке и очень вдумчиво определять приоритеты той помощи, которую мы предлагаем семьям, и очень вдумчиво планировать сопровождение. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Я увижу вопрос. Нам поступило, сколько всего людей в вашей команде и сколько семей в среднем вы ведёте в месяц? Ну, у нас семь человек в команде работает постоянно. Количество семей у нас не измеряется месяцами, потому что есть, конечно, и краткосрочное, и долгосрочное сопровождение. В среднем в течение года через службу проходит от 80 до 90-100 семей по-разному. Бывают разные года. Редактор субтитров А.Семкин